Трофей Авидёполя проводился уже в шестой раз и всегда эта гонка была непростой. Шестиклометровый круг в Авидёполе включал в себя два очень неприятных бугра, которые нужно было проходить против бокового ветра. Всего же гонщикам предстояло нарисовать 10 карет по городу Авидия. Итого 66 километров дистанции. Уже на первом круге в отрыв от основной группы отправился Андрей Гладкий из велоклуба Атлет. На следующем кольце к нему присоединился товарищ по команде Станислав Рудой. Оба спортсмена выступают в первой возрастной группе от 16 до 34 лет. Эта пара начала постепенно увеличивать свои преимущества. В основной группе попытались было организовать погоню, но слишком неравными были силы представителей других команд – Личевского «Гелиоса» и Одесского «Велоцераптерс». На финише гонки Андрею Гладкому удалось оторваться от своего попутчика и в одиночку пересечь к нему финиша. В основной группе тем временем разгорелась нешуточная борьба за призовые места. И только с помощью фотофиниша удалось расставить всех по своим местам. Финишируй. Во второй возрастной группе от 35 до 45 лет победу праздновал Сергей Скорик из Береслава. В этом году организаторы приготовили специальный приз победителям в трех возрастных группах – копию статуй «Авидия», которая установлена в Авидиополе на берегу Днестровского римана. Вот он, Авидий, в руках Миталия Сергеевича Причекак. На следующий день в воскресенье стартовала еще одна весенняя классика ЮВЛ – однодневная гонка Одессы-Южной. Торжественный старт состоялся на проспекте Добровольского, основной – на выезде из города возле завода «Центролит». И здесь порывистый ветер и рельеф внесли свои коррективы в борьбу на дистанции. Первый отрыв состоялся уже на третьем километре. В одиночное плавание отправился Дмитрий Шабашов из велоклуба «Гелиос» и Личевск. На подъеме в селе Свердлова боковой ветер разметал основную группу, и она разорвалась на три части. Впереди образовалась лидирующая группа в составе шести гонщиков. Троих представителей велоклуба «Атлет Одесса», двух – велоклуба «Гелиос» и Личевск и киевлянина Игоря Дзюбы. После Калинтерного на тяжелом подъеме три атлетовца – Станислав Рудой, Андрей Гладкий и Сергей Краснов – бросили своих соперников по побегу и ушли вперед втроем. На финише в Южном Сергей Краснов воспользовался тактической игрой между двумя товарищами по команде и первым пересекли линию финиша в Южном. Там был общий, что помочь мне, а уже по ходу гонки было… ну, искалась ситуация, в которой можно было это сделать. Нужно было отсадить конкурентов с других команд. И, в принципе, в следующий очередной подъем сделали протяжку наши ребята и удалось отцепить остальных перед последним поворотом. Пока ребята разбирались между собой, кто будет выигрывать и как это будет, я уехал. Следующие гонки, согласно календарю ЮВЛ, пройдут 18 и 19 мая. Состоятся два этапа чемпионата лиги в гонке «Критериум». Соревнования пройдут в одном из самых живописных мест Одессы вокруг стадиона «Черноморец».